Политолог Валентин Гладких присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Валентин. Спасибо, что так поздно вы с нами. Спасибо за приглашение. Мы всегда вам рады. Валентин, как вы думаете, зачем Российской Федерации еще и Молдова? Маленькая такая победоносная война для смещения акцентов с неудач на фронте в Украине? Я не думаю, что это может даже в случае успеха компенсировать тот грандиозный провал, с которым столкнулась Россия, начав вторжение в Украину. Это один момент. Второй момент. Все-таки речь не идет. В настоящее время о вторжении в Молдову. Россияне делают ставку как раз на гибридные инструменты, на то, чтобы либо силовым способом способствовать захвату власти в Молдове определенными группировками политическими, даже криминальными. И, соответственно, изменением дальнейшего курса. Я думаю, это программа максимум. Я думаю, они по большому счету даже на это не рассчитывают. Я думаю, что их задача просто дестабилизировать ситуацию в Молдове. И так, чтобы, грубо говоря, чтобы у европейцев и у цилизованного мира появилась еще одна забота и еще одна точка внимания. И они надеются, что таким образом они смогут каким-то образом рассредоточить внимание, которое на данный момент сосредоточено, безусловно, на событиях в Украине. Но я думаю, что все это не произойдет. Это все тщетные надежды. Ну, во-первых, масштабы как бы не те. И набор инструментов также достаточно ограничен. То есть предыдущий спикер говорил о слабости, либо немногочисленности как сил самообороны, спецслужб Республики Молдова. Но нужно также отдавать себе отчет, что и оппоненты, то есть те, кто пытается потенциально свергнуть этот политический режим, они тоже не являются чем-то многочисленным, сильным и имеющим грандиозную социальную поддержку в массах. Поэтому дестабилизировать ситуацию, безусловно, будут пытаться, качать будут пытаться. Но я склонен думать, что это вряд ли приведет к ожидаемым россиянам результатам. А как вы считаете, какой план был? Что хотели сделать? Шаг первый, второй, третий? Или просто сейчас попытались прощупать почву? Я думаю, что тут классик Дмитро Корчинский на этот счет прекрасно в свое время высказался. То есть провокация, репрессия, революция. А в исполнении российских спецслужб это выглядит как попытка дестабилизировать ситуацию силового захвата власти. Но я повторюсь, в соответствии со всеми нынешними международными нормами, любое сотрудничество возможно исключительно с теми политическими режимами, которые становятся легитимными в результате прохождения легально-рациональной формы легитимизации, если говорить наушным языком. Но в данном контексте выборы. То есть захватить власть, свергнуть власть, это одна задача. Установить власть, это вторая задача. А легализировать эту власть, это третья задача. И я склонен думать, что россияне так далеко не планировали зайти для того, чтобы легализировать власть своих, грубо говоря, вассалов. Я думаю, что их вполне устроил бы и вариант просто дестабилизации ситуации в Молдове и сползания молдавского общества просто в хаос. Со всеми, так сказать, негативными явлениями, связанными с крахом социальной структуры. Молдавская власть сейчас стоит и перед вопросом, как ей реагировать на ракеты, которые снова пролетают и рассыпаются над ее территорией. Сегодня, после последней атаки Российской Федерации, в Молдове нашли новые обломки ракет. Как вы считаете, чью нервную систему испытывает на прочность Российская Федерация? Какой должна быть реакция Молдовы и, возможно, за нее отреагировать должны другие страны? Ну, в первую очередь, безусловно, должна быть реакция самой Молдовы. Молдова является суверенным государством и субъектом международного права, которое имеет соответствующие права и обязанности, как и любое другое государство. И, естественно, если они не хотят признавать факты, что над их территорией что-то пролетает, либо что-то на их территорию падает, и не пытаются призвать за такие драматические события к ответу тех, чьи ракеты летают и чьи ракеты падают на территорию суверенного государства, я думаю, что это их выбор, и навряд ли здесь они могут рассчитывать на то, что кто-то вместо них сделает соответствующие заявления, либо соответствующим образом отреагирует на такое поведение со старинной Российской Федерации. Поэтому тут Молдове придется реагировать в первую очередь, а уже в зависимости от ее реакции, я уверен, что будет реакция и, ну, как минимум, ближайших соседей Молдовы. В первую очередь я склонен думать о Румынии. Румыния – это член НАТО, член Европейского Союза. Тем не менее, одновременно мы должны трезво давать себе отчет, что НАТО пытается избежать полномасштабного участия и конфликта с Российской Федерацией. Ну, так же, как и Российская Федерация, несмотря на свою воинствующую риторику, пытается, на самом деле, максимально дистанцироваться и избежать любой конфронтации с НАТО. Вспомните историю с ракетами в Польше. Но когда первый, кто начал кричать и истерить о том, что это не наши ракеты, мы не стреляли, мы не виноваты, как раз были россияне. Как-то странно, если вы такие мощные, такие серьезные, чего вы боитесь. Поэтому тут как бы обоюдоострый меч, и как бы оба стороны пытаются все-таки не войти в транзию. Хотелось бы вам еще задать вопрос касаемо Владислава Сыркова. Он недавно заявил, что работал над Минскими соглашениями, цитирую, исходя из того, что они не должны быть выполнены. И вот хотелось бы узнать вашу точку зрения, почему именно сейчас эта новость, это заявление всплыло в медийное пространство, и что бы это значило? Я знаю, к чему там вот привести, и как бы понимаю, какая должна быть реакция. Во-первых, давайте вспомним риторику, многолетнюю риторику Российской Федерации, о том, что Украина не хочет исполнять Минские соглашения. А сейчас с полным откровением они признают, я имею в виду россиян, о том, что они не собирались исполнять. И в конце концов, мне бы сейчас хотелось посмотреть в глаза всем тем, кто здесь рассказывал годами, я имею в виду украинских некоторых политиков и некоторых отечественных экспертов, которые пытались возложить ответственность за невыполнение Минских соглашений на украинскую сторону. Хотя со всех сторон звучало о том, что именно Россия делает все возможное для того, чтобы не были реализованы Минские соглашения. Это один момент. И второй момент, это как бы выводы. О каких договоренностях с Россией, о каких переговорах с Россией сейчас может идти речь, когда они открыто говорят о том, что все предыдущие результаты, ну и попытки дипломатического урегулирования конфликта на самом деле не были нацелены и не воспринимались самими россиянами, как действительно искреннее желание конфликту регулировать. Поэтому я думаю, что это будет еще одним нашим козырем и будет лить воду на нашу мельницу, как говорится, на ту позицию, которую занимает президент Украины, которую четко артикулировал Совет национальной безопасности и обороны, приняв соответствующее решение о невозможности каких-либо переговоров с путинским режимом. Ну какой смысл разговаривать о чем-то с теми, кто, во-первых, ведет себя неадекватно, а во-вторых, сам же признает, что никакие соглашения, которые они там разрабатывают либо подписывают, они никогда всерьез не воспринимают и не собираются исполнять. Поэтому я думаю, что это такое... Я вообще даже не могу понять логику, целесообразность подобных заявлений, что Сурков этим хотел сказать, что они еще более неадекватные, чем о них думают во всем мире. Ему тогда это удалось. Может быть, это какая-то часть внутриполитической борьбы уже в российском истеблишменте. Будем наблюдать за этой ситуацией, потому что действительно развиваются события очень интересно. Спасибо вам за этот разговор. Валентин Гладких, политолог, присоединялся к нашему эфиру.